Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. Сегодня речь пойдет о Мартине Идене, Джека Лондона. Роман, который многими считается не самым главным и не самым интересным произведением Джека Лондона, на самом деле абсолютно захватывающее повествование. Потому что здесь ему удалось воплотить в жизнь, основываясь на собственных, с собственной кровью и потом выстраданных фактах биографии, да, но он действительно через все это прошел. И можно почитать любую биографию Джека Лондона, и вы увидите, насколько близок Мартин Иден и все обстоятельства романа, да, к собственному пути писателя. Вот тот самый писательский глаз, тот самый писательский, то самое писательское умение, когда материал ложится в прозу, когда перерабатываются какие-то собственные пережитые моменты, получается история уже не о конкретном человеке, прожившем в начале 20 века, сборную жизнь в Америке, да, а история на все времена. О молодом художнике, это совершенно не обязательно прозаик, но в данном случае это прозаик, билетрист, вот, о возлюбленном, который никак не может добиться того, чтобы ему хотелось. Хочется ему на самом деле переделать мир, но я в конце концов об этом скажу, да, потому и такой трагичный финал. Ну вот, ну, простите, здесь будет спойлер, да, Мартин Идрен погибает. Все, да, я испортил вам ощущение от чтения книги. Но так как это можно узнать из тысячи различных источников, и ни для кого не секрет, что герой, главный герой этого романа, от лица которого ведется повествование, он действительно покончил жизнь с самоубийством, здесь я не думаю, что я раскрою какую-то зловещую тайну. Дело-то в другом. Дело в том, что настоящий Джек Лондон все это пережил. Он все это преодолел. И когда ты знаешь его биографию, знаешь, что несмотря на тяжелую болезнь, несмотря на страшные испытания, которые его подстерегали, да, там были дурацкие друзья, простите меня за это выражение, которые не то чтобы обирали его или отнимали его драгоценное время, но просто превращали жизнь в непрерывную череду попуек и, значит, веселых каких-то таких раутов, да. Этот его вольфхаус, выстраданный, вымечтанный дом, настоящее поместье, да, которое должно было бы стать удивительным строением. Честно говоря, когда я читаю о таких вещах, прошедших около сотни лет назад, да, или чуть попозже, мне кажется, что судьба крайне неисправедлива к этим всем людям, да. Потому что то, что тогда Джек Лондон с таким трудом придумывал и строил, проектируя, вот это будет необычный дом, такой-то будет камин, такая-то отделка, значит, там была сверхсовременная на тот момент вся инженерия предусмотрена, там было бы электричество, был бы настоящий водопровод, настоящее, значит, удобство, да, все такое, отделка под европей, в европейском стиле, в таком, значит, тяжеловесном до мощном. Ну, вот судя по воспоминаниям, это было бы действительно вот такой, как говорят, авторский проект, да, вот такой дом. Это делается сейчас, за небольшие деньги на раз-два-три, понимаете? И не надо быть Джеком Лондоном, чтобы это изобретать. Просто человечество шагнуло на сто лет вперед, и благо вот те самые несчастные, простите меня, ничего из себя не представляющие благо, которые так впечатлили Мартина Идена при первом знакомстве с семейством Морзов, они стали гораздо общедоступнее. Да, по-прежнему миллионы людей понятия не имеют о том, что такое высшее образование. А игра на рояле может перевернуть бренчание на этом несчастном рояле. Да что они там такого играли? Тоже мне Рубинштейна он увидел. Нет, он просто раньше никогда не слышал, как человек вдохновенно играет на рояле. Настоящую музыку, а не вот это вот, неизвестно что, да? Значит, он впервые был потрясен. Он увидел картины массовым. Ой, как будто не мог сходить в картинную галерею. Не мог, друзья мои. Мы действительно не понимаем всей глубины, всей бездны, которая разделяет нас между беднейшими людьми начала 20 века и обеспеченным средним классом, ну или хотя бы, значит, нижней фракцией этого среднего класса. Есть такая теория стратификации от слова стратус, то есть слои, да? Которое, значит, все общество как слоеный пюрок рассматривает. Вот там, значит, есть нижний стратус, то есть нижний слой вот этой вот средней прослойки, да? То есть мы еще не буржуа, но мы, в принципе, уже всем обеспечены. У нас есть доступ к этим культурным благам. Ничего особенного они, сам доступ, сам факт доступа, ничего особенного себе не представляют. А в эпоху интернета вообще все доступно. В плане информации мы можем посвятить саморазвитию не одну жизнь, а 10 жизней. Мне одной будет мало, дайте мне, значит, 10. Вот. А Мартин Иден пришел туда как человек чистый, незамутненный. Во-первых, он честен. Во-вторых, у него взгляд художника, он очень живо воспринимает все это. Семейство Морзов и Рухи-то его поражает, потому что, в принципе, это живая девушка. Она достаточно испорчена предрассудками своего круга, да? И своими собственными вот этими вот шорами, да? Вот она очень... Заметьте, какая она костная. Любая другая бы задумывалась, если он так верит в себя, то, наверное, стоит хотя бы ободрить. Да. Нет, нет, писательское ремеслое не для тебя и так далее. Значит, я говорю еще раз, это вечная история, вовсе не про Джека Лондона, а про нас всех, да? Про любого человека, который что-то хочет добиться в жизни. В частности, про художника, так это уж точно. Какой-то архетип сумел воплотить собственные биографии сначала, а потом поймать на страницах прозы Лондон. И вот, когда мы это читаем, да, мы с необычайным сочувствием проникаемся всеми расчетами. Вы помните, все эти бесконечные финансовые подсчеты, ожидание чеков от журналов, да? Это все пережил сам Лондон. Вот бесконечные тяжбы с ними, значит, и вот это сутяжничество. Потому что наколоть любимого автора, сделать из него шута, да, оставить его без копейки. Это милейшее занятие для сердца любого издателя. Это, не забываем, была эпоха дикого капитализма. Сейчас, когда мы можем себе многое позволить, да, нет уже такой разницы между первыми империями, получающими баснословные гонорары, да, и теми людьми, которые, значит, составляют плоть литературы, да, основное ее тело, которые просто работают в ней. Они, конечно, имеют шанс когда-то написать шедевр, который будет оценен и в материальном плане, да, и в высшем значении этого слова по достоинству. Но пока это не случилось. Так вот, Лондон как раз в другой эпохе живет. Это паденщина, это голод, это закладывание пальто, часов велосипеда. Это бесконечное упование на то, что придет очередной чек. И, значит, это чек на 5 долларов за произведение, за которое по его объему должны были заплатить 100 долларов, да. Понимаете разницу? Конечно, он пришел в отчаяние. Конечно, он полностью опустошен был вот этой борьбой. Борьба, она хороша только до тех пор, пока она идет не за счет себя, да. Человек, съедая все вокруг, начинает потом жить за счет собственного душевного ресурса. И вот он выбрал все силы, которые он мог принять извне, поддержки ему ниоткуда не взять. Какое семейство Морзов? Какая руль, да, какая от них поддержка, простите меня. Они хотят его клерком видеть, чтобы он был обеспеченным, спокойным человеком. Не надо никакого это творчества, а не потребители. И вот, возвращаясь к тому, с чем я говорил, все блага стали намного доступнее. Сейчас нам основная коллизия главного героя, она не так актуальна. Что, значит, не смог сдать экзамены в среднюю школу, провалился, да, значит, и был, как бы, тяжко разочаровал этим невесту. Сейчас пошел да и сдал, господи, сел, позанимался, обучился. Сейчас все это гораздо проще. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно же, Мартин Идан перед нами великий человек. Это настоящий художник, это творческая личность. Он все получает. Как в известной очень горькой поговорке, все обязательно сбудется, стоит только расхотеть. Ну, вот, значит, конечно, он все получает, но поздно. Он помогает людям, знакомым, он помогает тем, кто ему дорог, да, но все это уже не приносит ему душевного облегчения. Он опустошен. Именно поэтому все приходит к печальному финалу. И здесь разрушение любви только одна из причин, на самом деле. Потому что остальные причины, это вовсе... Потому что в детстве-то, когда я читал Мартина Идана, меня больше всего сокрушало, что он из-за этой девки, да, как бы поступил не так, как мне хотелось бы. На самом деле, я сейчас понимаю, почему и как все это происходит. И пожелать читателю этой книги хочется только одно. На секунду отвлечься от реалий нашей собственной эпохи, нашей жизни. От наших возможностей, от наших проблем, которых не было в начале 20 века. Не по-другому все выглядело. Да, и представить себе жизнь этого моряка. Представить себе восьмимесячное плавание, за которое человек много чего может передумать, многое осмыслить, возмужать, как пишет Лондон, да. По-другому взглянуть на людей, оставшихся на берегу, но которые меняют жизнь. Представим себе все эти обстоятельства, и тогда история станет логичнее, история станет понятнее, и мы поймем, чего хотел Мартин Идер. Он просто был рожден в воображении Джека Лондона для того, чтобы жить в ином, лучшем мире. Может быть, это мир Александра Грина, может быть, это мир какой-нибудь другой, да, полной фантазии, полной романтики, да. Но это явно не тот мелкобуржуазный мир, который он принимает за райские красоты, когда он впервые сталкивается с большой библиотекой, с нормальными, с самыми, что не есть, обычными, ничем не выдающимися студентами. Просто, значит, Морзе и брат и сестра, они студенты обычные, да. Что здесь такого-то? Для него это потрясение, что вот такие люди, он хочет поступить, получить доступ ко всем этим благам. Не такой уж он и безнадежный бедняк. Можно было бы выкарабкаться. Дело не в этом, дело не в социальном даже конфликте. Он просто рожден для другого мира. В этом мире нету места потреблению, в этом лучшем мире, в котором он должен был бы жить, нету места для потребительского отношения к искусству и культуре. Там ты можешь быть только художником, неважно в какой сфере. Там ты можешь быть обязательно соучастником всего этого, да, причастным всей этой красоте. Чтобы руки, сердце твое, они оставались без дела ни одной секунды. Чтобы что-то, ну, обязательно вложить в общую копилку того невероятного чуда, которое и зовется человеческой культурой. А невероятнее этого, нам не с чем сравнивать, опять же. Когда мы встретимся с какими-нибудь братьями по разуму, мы сможем сравнить, пока не с чем. Но это невероятное совершенно чудо. То, что создано человеком, несмотря на скоротечность нашей жизни, бренность наших забот, невероятную глупость человечества, как единого организма, да. То есть, это амеба по сравнению с нами, просто профессор, вот, значит, и все остальные неприятности. Вот что такое Мартин Эдден. Это глубочайшая философия книга. Ну, и вызывающая, конечно, сочувствие. И книга, которая должна быть прочитана всеми молодыми людьми, потому что то, как Мартин Эдден преодолевает доставшиеся ему обстоятельства, то, как он вот пытается вырваться из этого, это величайший пример. Вот self-made man, то, что по-английски так называется, самосоздание собственного характера, собственной биографии, не карьеры, не путайте с утилитарными вещами, а собственной жизни. Человек может выстроить свою жизнь. Это чрезвычайно ценно. Читайте, наслаждайте серию «Сквозь время», вечная классика, издательство «Время».